Ажиотаж вокруг пенсионных излишков переходит в новую фазу. С начала недели количество казахстанцев, которые собираются копить на жилье, выросло в три раза. 22 тысячи человек намерены перевести на депозиты в Удбасы банк порядка 145 миллиардов тенге. Но вот удастся ли вкладчикам в итоге купить недвижимость, остается большим вопросом. Цены растут, хотя по прогнозам все должно быть наоборот. Очень много факторов сыграло роль. Нельзя говорить, что только пенсионные накопления на это повлияли. Рост цен на недвижимость происходит везде. Плюс инфляционные процессы. Темп просто снизится, это однозначно. Не будет уже роста ни на 10%, ни на какие двузначные цифры. Потому что основное использование пенсионных накоплений, вот триллион 700, оно уже завершится 1 апреля. По данным Удбасы банка, в 2021 году число сделок купли-продажи возросло. Там не исключают, что спрос на жилье может пойти вверх. В Казахстане становится все больше молодых семей с детьми. Как это в будущем скажется на ценах, вопрос открытый. Копить пенсионные излишки на депозите разрешено 3 года. За это время вкладчики должны приобрести жилье или земельный участок. Если этого не произойдет, средства вернутся в ЕНП. Напомню, расширить программу использования пенсионных президент поручил еще осенью. Но процесс затянулся. К слову, сегодня Удбасы банки рассказали о самых дорогих и самых дешевых сделках за последний период. Самая крупная сделка по приобретению жилья с использованием пенсионных накоплений была на сумму 162 миллиона 400 тысяч. То есть это все-таки жилье такого премиум класса. Самая маленькая сделка вот в этом сегменте прошла около миллиона тенге. То есть это была, может быть, сделка в сельской местности, либо где-то в райцентре. Продолжение следует...